Всем доброго времени суток. Обзор буду делать на своем удобном диванчике. Хоть так выделила время на нем посидеть. Очень удобная штука. Итак, обзор у нас будет на трансляцию Синерылки. Практически два часа навещала. Начала она с чего? Крошечная у нее радость. Вот сейчас она говорит, все так ужасно, все так плохо у нее с ребенком. Сказала она, наконец-то, да. То она намеки какие-то давала, что ну вроде бы как с сыном. Ну прямо не говорила. Сейчас она конкретно сказала, что да, проблема с сыном. Ну потом будет говорить, все хорошо, ребята. Только и того, что испугалась. Лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть. Вот она и перебдела. Будет потом это все объяснять так. Конечно же, если в самом деле какая-то проблема, неважно даже, да, для матери все равно. Любая малейшая проблема у ребенка, это уже повод для беспокойства. Ну разные, конечно, мамы бывают, но в основном нормальные мамы, они, конечно же, за это все переживают. Если все наладится и будет хорошо, ну прекрасно и замечательно. Говорит, не буду делиться, я не буду рассказывать, что конкретно там с ребенком у нее происходит. Говорит, именно из-за хейтеров, потому что они превратят все это в грязь. Ну да, она прекрасно понимает, что таких, как она, более чем предостаточно и на просторах Ютуба, и в принципе в жизни. Ей, я так понимаю, можно превращать все в грязь, чтобы не показал Эдик, чтобы он не рассказал. Ведь она так и поступала, она все превращала именно в ту самую грязь. Стоило Эдику сказать, что кто-то где-то приболел, у нее ведь сочувствия никогда не было ни к нему, ни к гульнас, ни к детям. Она превращала действительно это в грязь, она насмехалась. Вот мать, сама женщина, являясь матерью, автоматически, по идее, должна была все это на себя повернуть и понять, что ребенок заболел. Конечно, они переживают, как родители. Неа, у нее этого не было. А вот сейчас, когда коснулась, ох, хейтеры, какие негодяи, сейчас все опошлят, оболгут, грязью обольют. Ну да, и тут же сразу спряталась в кусты. Ей написали, так хейтеры и сами придумают, им и говорить ничего не надо, этим вы не спасетесь. Расскажите уже, что с вашим сыном. Чужие сыновья, кстати, у нее боровы, она там рассказывала про одного, мы еще к этому подойдем. А у нее, конечно же, сынок. Вот опять-таки, видите, да, двойные стандарты. Сынок, любимый, единственный. А у кого-то? А вот этот боров, а вот этот боров. И она отвечает этой женщине, вы подумайте, что сейчас чувствует ее сын. Она не будет делиться со своими любимыми и родными подписчиками, не будет. А в предпоследней трансляции орала, хоть сын и против, чтобы она оглашала его диагноз и показывала результаты анализов, она все равно расскажет об этом, ибо ее считают брехухой, а она должна обелить себя. Ей все равно было на чувство ее сына. Плевать. Самое главное, это она сама. Ну, посмотрим, я уже говорила, если не покажет она вот этот вот диагноз и не будет вдаваться в подробности, сохранит вот эта вот конфиденциальность, эту информацию, она не имеет права ее разглашать о чужом человеке. Ну, если ребенок уже совершеннолетний, он против, и она должна сохранить. Ну, тогда, значит, все-таки хоть что-то маленькое крупица у нее осталось человеческого, ну, и по отношению, конечно же, к своему ребенку, которого она прям так говорит, любит, любит. Она не скрытная вообще ни разу. Вот сразу к людям при первой же беде и проблеме она бежит. Ну, рассказывать она ничего не будет. Вот интересно, как так? Человек тебя позиционирует как открытый, всему миру доступный, и в то же время, ну, я вам ничего не скажу, потому что, ну, потому что не скажу, и все. Как это понимать? Вот как это у человека совмещается? Человек говорит и даже не осознает, что она сама же себе тут же моментально противоречит. Ну, а далее, конечно, опять же-таки в стандартном режиме разговор пошел про севку. Севка, севка, севка. Очень много было того уже, о чем было говорено, поэтому я это все буду опускать, потому что повторять смысла не имею. Кому интересно, могут посмотреть предыдущий вчерашний обзор. Было там уже про это все много сказано. Тут ей задали вопрос, ну, вы же тоже подсели на севку почему-то? Значит, чем-то он вас зацепил, значит, вы тоже его куколка. И она тут же моментально долго не думала, оскорбила эту зрительницу, назвав тупой. Вообще, очень много она отвечала резко зрителям, даже на вот такие простые вопросы, которые ей задавали или просто выражали люди свое мнение без какой-либо агрессии и без употребления вот таких вот слов, которые употребляла она. И она тут же сыпала и матом, и оскорблениями, и ругательствами. И еще ей говорили, ну, это же вам не свойственно, перестаньте материться. Какое там не свойственно, о чем вы вообще говорите? Люди, которым не свойственно сквернословить, они этим и не занимаются. Здесь же человек, видно же, что привычно у нее эти маты вылетали просто как за здрасте. Она объяснила, говорит, я не подсаживалась, я просто выбрала самого фрикового персонажа в ютюбе. Врет. Смотрела я ее видео, в котором она говорила, что она его с первого видео смотрит, что она от него в восторге, как он поднимает настроение, какой он веселый, озорной, заводной парень. А теперь она все это переводит в плоскость меркантильности. Она просто хотела заработать. Вот и выбрала такой смотрибельный персонаж, и все у нее получилось. На маме отличника зубы сломала, хотя там тоже персонаж достойный для обзоров. Но, однако же, не получилось. Вот даже как раз перед этой последней склокой, как она расхваливала Севку. Девочки, вы его не знаете, ведь он, нет, он совсем другой. Я вот с ним пообщалась, он нормальный, а это все, он просто придуривается ради заработка, понимаете? И вот она сейчас опять объясняет, что она думала, что он такой сельский, простой парень. Севка? Она точно говорит о Севке? Сельский, простой парень. Да он ни на минуту не простой. Секунду назад она расхваливала себя самое. Какая она наиумнейшая тетка с аналитическим умом. Она продумывает все наперед, разбирается в людях. Вот даже ситуация с сыном. Она говорит, мне нужна консультация не одного, двух, трех врачей, а шестидесяти врачей. Я хочу знать наперед, как мне действовать, продумать все ходы и выходы. А тут она подумала, что он кривляется просто так. Он ведет себя мерзопакостно, ну, просто чтобы поднять интерес к своему каналу. А так он чистый, добрый, честный, добропорядочный человек. И еще одна. Она такая доверчивая, такая доверчивая. Вот со своим модератором она так секретничала и так ей доверяла. Вообще просто, понимаете? Вот смотришь на нее, какая она наивная девочка-ромашка. Она только сказала, я продумываю все наперед. Вот прожженная тетка, ее же видно. Все шаги, все действия, все мысли, все слова. И тут же, да, девочки, я такая доверчивая, я такая наивная. Клюнула я, попала и обманулась. Разочарование всей ее жизни случилось. Про Швецию рассказала, что там Надя собирается ехать с ТВшкой. Говорит, Леся там побывала и была в шоке. И она там рассказывала такие вещи. Какая-то зрительница ей написала. И тоже, знаете, кто знает, была эта зрительница или не была, писала или не писала. Даже если в самом деле кто-то что-то там написал. А где гарантия, что этот человек на самом деле знаком с этой Людой, с ее сыном. И вот она там показывала. Следите за моими руками. Ну, типа, мама с сыном. Вот, понимаете, да? Вот это вот Люда со своим сыном. Какие-то там Вась-Вась-Вась у них. Представляете? Что хочу сказать по этому поводу. Никогда не позволяйте вашим ушам верить в то, чего не видели ваши глаза. Сейчас про кого угодно, что угодно могут наплести. Может быть и так, а может быть и нет. Надю вот теперь зовут. С какой целью? Вот ТВшку. Да Севка не пустит ТВшку. Он побоится. Мало ли. Могут отыграться. Вот кто знает, какие это люди. Севка сейчас очень осторожен. Очень. Вон, это, как ее, Яна или Алина, да, которая. За несколько месяцев она начала свою игру. А здесь люди могут годами готовиться идти к намеченной цели. И опять же таки через Надю, да, потихоньку, полегоньку как-то люди подбирались. Бог его знает. Исчезнет там ТВшка, Севка и выехать не сможет и следов не найдут. А кто еще поедет? Кто-то из девчонок, конечно же, из семьи сможет поехать. Но вряд ли кто-то будет этим заниматься. Это точно. И синерылка говорит, как же мне жаль ТВшку. Вообще так забавно это все слышать. Она сразу подумала про свою маму. Вот ее мама тоже старый больной человек. Ну, как вот, неудобно же это все. И нехорошо, и некрасиво. Интересно, а когда она проводила вот эти свои трансляции и говорила, вот эту всю грязь лила вот именно на этого же старого пожилого человека, она свою маму при этом не вспоминала никогда? Вот сына этой Люды только Боровым называла. Вот она со своим Боровым сыном, а ее сын не Боров. Двойные стандарты во всем. И вроде бы, знаете, человек так позиционирует себя. Ну, я такая хорошая, я такая белая, пушистая. ТВшечку жалею, потому что у меня у самой мамочка. И в то же время она шупечка, она такая, она сякая, она разэдакая. И вообще, говорит синерылка, она заложница у севки. Она ведет себя так и матюкается подневольно. Ну, это ее мнение, она имеет на него право. Я вижу ситуацию, конечно, иначе. Мне кажется, что синерылка тоже видит ситуацию иначе. Просто сейчас лукавит. Как она просилась, ТВшка, на съемку, когда Севка ее одно время не снимал. Сынок, ну давай хоть что-нибудь снимем. Давай. Севка был прав, когда говорил, маме очень нравятся вот эти съемки, как мы это делаем. Она обалдеть, как это все любит. Ей вот этот трешак прогнать, вот то, что доктор прописал, она балдеет от этого. Поэтому вот когда он ее не снимал, она просто с ума сходила и просилась, как собачка вот эта, прыгала в камеру, ну сними меня, ну сними, ну покажи, Андрюша, сфоткай меня. Ну давай мы еще чего-нибудь с тобой замутим. Нет, она такая и есть. И вот то, что она говорит, ТВшка, и делает у Севки на канале, вот это то, какая она есть на самом деле. Ее никто не заставляет. Севка единственное, что может сделать, это кинуть затравку, подкинуть тему. Сама она тему найти не может. А вот Севка скажет ей, мама, зрители, фас. И она такая, залилась лаем. Севка скажет, мама, а вот давай на вот эту вот Ольгу Лёдю. Ах, Ольга Лёдю, ну давай. Человек как раз таки и заточен, вот именно она, на то, чтобы не созидать, ни о чем-то говорить хорошим и положительным, а наоборот. Вот это, знаете, кричать, вытаращив глаза, махать руками, тыкать дули в экран. Ну что он ее учит? Говорит, мама, вот ты сегодня сядешь, будешь говорить и давай тычи дули в экран. Ну нет же, это у нее просто вот, не знаю, в крови оно впитано или взращено в ней. Я не знаю, но это в ней сидит. И ее этому никто не учит и не учил. Она сама такая по себе и есть. Поэтому вот она как раз таки для адского контента вот тот самый годный персонаж, который Севке просто жизненно необходим. Вот здесь я, наверное, сделаю паузу, потому что трансляция у нее была 2 часа. И давайте перейдем на вторую часть, отложим, потому что очень много информации. Я надолго с вами не прощаюсь. Всем пока!